Вот смотрите фундамент, видите фундамент у нас разрушается? С той стороны, вот здесь вот, с той стороны. Это же все разрушается, весь фундамент. Трудно поверить, но этот дом – часть уникального архитектурного ансамбля. Таких построек даже по всей стране раз-два и обчелся. Тоже вот, пожалуйста. Окна какие, окна вообще у нас никогда не менялись. Памятник советского конструктивизма разваливается на глазах. Здание не ремонтировали последние лет 25. На одном из этажей дома и вовсе словно декорации фильма ужасов. Арестовывают пенсию за горячую воду, за отопление, за холодную, за все. А за что? Здесь горячей воды уже почти 4 года нет. За неоказанные услуги из пенсии Надежды Беляевой вычли аж 7 тысяч рублей. Меж тем этаж облевывали незваные гости. По словам членов совета дома, нечистоплотные соседи загадили весь коридор. Вот, дамжи, пожалуйста, вы... Старожилы дома вызвали полицию, ибо не припомнят этих соседей. Пока сотрудники органов ехали до места, одна из женщин вышла наружу. После на ту же квартиру подошел молодой человек. Но он, к сожалению, ушел, так и не дождавшись доблестных полицейских. По приезду сотрудники МВД обследовали весь этаж. По словам жильцов дома, люди в погонах нечастые гости. Как результат, толпы наркоманов вместо бывших собственников квартир. Об этом сотрудники полиции, конечно же, не знали. После дошла очередь и до метателей сковородок. Кто это там базарит? Кто базарит? Ты что ли? Тише, тише, тише. Что, выборы прошли? Деловые стали? Пошли нахуй. Женщина отказалась запускать кого-либо, кроме сотрудников полиции. Да и новую порцию летающих тарелок наша съемочная группа вряд ли перенесет. Ну, у людей нет вообще никаких документов. Они сейчас выйдут, мы их увезем в отделы, и там будем разбираться. Они шипят. На остальных этажах гораздо цивильнее. И все благодаря усилиям жильцов. Однако, нарушают атмосферу домашнего уюта одна небольшая деталь. Сейчас мы в одной из квартир дома номер 19 по улице Октябрьская, которая обслуживает эталоны СИИ. Давайте поиграем в одну веселую игру. Посчитай ведра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже неделю чуть-чуть. С первого взгляда и не скажешь, что это кровать. Видеть клеенку на ней непривычно. Копель здесь, во-первых, из-за неубранного снега, во-вторых, из-за дырявой крыши. Обращались, сказали, что придем. С той стороны сделали, а все это и нет. Нина Павлова радуется хотя бы тому, что ближе к ночи вода промерзает. Значит, можно хоть как-то поспать. Ровно таким же образом протекает и весь остальной дом, включая квартиры и санузлы. Вот вся стена вываливается от сырости, дыры насквозь туда, прямо на улице. И постоянно вижу, вот эта стенка-то, она вся сырая. Здесь вот что? Доски, вот они скоро вообще уже упадут. Сколько лет станы стоят? Они очень много стоят лет. Это же еще сами клеенку натянули, чтобы хотя бы здесь можно что-то не капало на голову. То, что я сейчас вижу, этого не было. 42 года я здесь прожил. 42 года я здесь живу в том доме без выезда. Я здесь ленился в этом доме. Я сюда ходил на свидание с девушкой. Ну, такого не было. Не было тогда. Управляющая компания «Талон-С» уже давно махнула на жильцов рукой. Потому жалобы записывает наш юрист. В скором времени эти обращения перерастут в документы и поедут прямиком в муниципальную жилинспекцию, внутренние органы, Роспотребнадзор и прокуратуру. Мудам Анхоев, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.